По каскаду к розовому павильону легко пройти, ориентируясь вот вдоль этих розово-павильонных прудов. То есть идти вдоль прудов и сбоку, как бы так, слева, что ли, можно выйти к этому павильону. Это интересное, такое красивое, хорошо, как интересно, украшенное здание. Земли села Павловского Павел дарил некоторым приближенным. И вот участок земли он подарил в 1799 году, если не ошибаюсь, князю Куракину, Алексею Борисовичу, если не ошибаюсь, кавалеру, коммергеру, советнику и прочее-прочее. Тот потом, позже, в 1806 году продал его генералу от инфантерии князю Петру Ивановичу Багратиону, который к тому же был военным комендантом в Павловском. И тут здесь построил себе дачу. Дача не сохранилась, она была разобрана и перестроена. Потом, еще чуть позже, в 1811 году, Багратион продал этот участок в казну инфантерии Марии Федоровны. И Мария Федоровна хотела здесь сделать такую как бы дачу на даче, то есть очередной музыкальный павильон. Архитектор Андрей Воронихин, он построил для нее небольшое здание вот с классическим портиком. Это здание использовалось для музыкальной гостиной. Но долго его еще называли, не его, а это место, дача Багратиона. Здесь стоит очередь. Сегодня там должна быть музыка, то есть розовый павильон, как музыкальная гостиная, используется под назначение. Служит местом для концерта. Пожалуй, я пройду немножко. Тут вот машинка едет эксплуатационная, тоже что-то рассказывает. Мы конкуренты, скажем так. Ихось, Маша. Держи, папе. Маша, смотри, где вход. Вход вон там, с другой стороны. Вон там, видите, заходят. Это не кафе, зайчик. Мария Федоровна любила цветы, любимым цветком у нее была роза. И возле розового павильона, ну, название обязывает, да, разбит розари. Роза здесь разбит розари, то есть был разбит розари. Вот, потом здание достраивалось. В 1814 году у него была достроена вот эта, как бы так сказать, вот эта вторая часть. Для чего? Для чего? В 1814 году Мария Федоровна решила здесь принять, ну, как сказать, генералитет, да, русской армии во главе с Александром I, которые возвращались, возвратились из Франции после победы над Наполеоном. То есть здесь состоялся прием, праздник, хоры, музыка, обед торжественный и так далее. В этом помещении обыгрывается тема розы, то есть мебель из карельской березы. Роза в росписях, на вышивках. И вот во второй части, где, скажем так, танцевальный зал, там, ну, как таковой мебели нету, из центра, из центра потолка выходят гирлянды шелковых цветов роз. Вот, из центра, ну, к сторонам. И украшают это здание. Ну, так интересно получается. Вот, вот здесь цветут розы. Они разные, разных сортов и зацветают в разное время, поэтому они цветут, ну, почти всегда. То есть одни зацветают, другие отцветают. Вот, там дальше есть, есть птичник, там, павлины, ну, еще какие-то птицы. Вот, слышна уже какая-то музыка. Сегодня здесь должна быть музыка штрауса. Ну, честно говоря, я не пойду, но просто потому, что я хочу еще пройти по парку. А везде все-таки не успеешь. Вот уже очередь выстроена, еще буду запускать в 4 часа начала. Во время Великой Отечественной поведен был полностью уничтожен, как и многое в парке. И его восстановили, вот, примерно, где-то к 2000 году. То есть, ну, грубо говоря, это наводил, это копия. Розы высадили, вот, восстановлена ограда. Тоже здесь используются розы в гирляндах, венках. Место такое очень романтичное. Ой, лошадка. Там написано пантеона, где пантеон. Лошадка, лошадка. Видела там еще, кстати, на? Вот здесь, вон, прям, 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 прям. Лошадина экскурсия. Можно еще так прокатиться? Здесь проводятся концерты. О, да, здесь проводятся концерты. Который был приглашен сыном Марии Федоровны после ее смерти Михаил Рауныч. Вот еще и покорная по пути, немножко. Лошадка. Здесь пруды. Там есть водочная станция. Вот я вижу, здесь кто-то на лодочке катается. Помню, тут давали и лодки, катамараны. Сейчас я вижу только лодки. Вот этот мост называется Оленьий мост. Написано на нем дата постройки 1879 год. И сейчас, ну, это так, чисто временные композиции. На тумбах моста даже есть олени. Они сделаны из, как это называется, из лозы. Может быть, не очень хорошо видно. То есть, ну, так. Объект. Я сейчас приближу. Что-то вообще не видно ничего. Вот тут вот видно. Темненькие такие завозы. Четыре оленя лежат. Вот. Теперь отсюда можно пройти. Я хочу пройти к Большому дворцу. Это несложно сделать. Вот дорожка. Вот велосипедисты едут. Сейчас я покажу. Можно идти вот так прямо-прямо. И можно уже по ней выйти к Липовой аллее. Липовой аллее ведет непосредственно прямо к дворцу. Подъездная такая аллея. Вот я уже совсем подошла к коленю. Ой, нет, они не из лозы. Я тоже совсем подойду. Думаю, они из проволоки. Нет, нет, они все-таки... Короче, здесь и проволочная основа, и потом еще из лозы такое переплетение. Вот уши и рога, они металлические. Металлические.